На презентации в Барселоне Huawei представила наследника прошлогоднего MateBook X, флагманский ультрабук MateBook X Pro. По заявлению компании, это первый в мире по-настоящему безрамочный ноутбук. Аппарат получил сенсорный LTPS дисплей 13х9 дюйма с разрешением 3000х2000 пикселей и соотношением сторон 3 к 2. Экран защищен стеклом Corning Glass Gorilla 4. В зависимости от комплектации MateBook X Pro оснащен процессором Intel Core i5 или i7 8-го поколения, 8 или 16 гигабайт оперативной памяти и SSD накопитель на 256 или 512 гигабайт. В любом из вариантов установлена дискретная графика Nvidia GeForce MX150 с 2 гигабайтами видеопамяти. Толщина ультрабука 14,6 мм при весе 1,33 кг. Корпус выполнен из металла и выпускается в сером или серебристом цвете. MateBook X Pro оснащен клавиатурой с 4-х уровневой подсветкой и защитой от пыли и брызг. Тачпад выполнен из стекла и, по заявлению компании, является крупнейшим среди всех 14-дюймовых ноутбуков. В круглую кнопку включения встроили сканер отпечатка пальцев. Из-за минимальной толщины рамок вокруг дисплея, инженерам и Huawei пришлось искать на корпусе другое место для расположения камеры. В MateBook X Pro она находится в клавиатуре. Нужно нажать на клавишу F6 и откроется глазок камеры. На корпусе расположено всего 4 порта, 2 USB Type-C, один из которых с поддержкой Thunderbolt 3, 3,5 мм разъем для наушников и 1 USB 2.1. Через первые USB Type-C осуществляется зарядка. Компании утверждают, что всего 30 минут на подзарядке хватит на 6 часов работы. Полного заряда аккумулятора хватит на 14 часов без прерывной работы в браузере, офисных приложениях и просмотре Full HD видео. Минимальная конфигурация с Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ пользовательского пространства будет стоить в Европе 1499 евро, что в российском эквиваленте 104 тысячи рублей. Топовая же версия с Core i7, 16 ГБ оперативной и 512 SSD обойдутся в 1899 евро. 132 тысячи рублей в российский эквивалент. Продажи начнутся этой весной. В рамках выставки MWC 2018 в Барселоне компания HMD Global представила современную версию легендарного телефона-банана Nokia из матрицы. Nokia 8110 2018 года поддерживает 4G-сети, а в ее операционную систему устроены Google Ассистент, Google Карты, Google Поиск, Facebook и Twitter. Кроме того, с помощью телефона можно получать и отправлять электронную почту, импортировать контакты, а также синхронизировать календарь с Outbook и Gmail. Телефон оснащается дисплеем 2,4 дюйма с разрешением QVGA, 2 мегапикселя камера, процессор Qualcomm 205, 512 мегабайт оперативной и 4 гигабайта встроенной флеш-памяти. Компания обещает до 25 дней автономной работы от полного заряда аккумулятора. Nokia 8110 можно использовать как точку доступа Wi-Fi. Телефон выпускается в черном и желтом цветах корпуса. Продажи начнутся в мае. Ориентировочная стоимость в Европе 79 евро. Вместе с современным Nokia 8800 на выставке MWC 2018 в Барселоне компания MHD Global представила 4 новых смартфона. Ультрабюджетный Nokia 1 на Android Go, обновленный Nokia 6, середнячок Nokia 7 Plus и флагманский Nokia 8 Sirocco. Все устройства поступят в продаже весной этого года. Nokia 1. Смартфон работает под управлением операционной системы для слабых устройств Android Go. Главная фишка устройства компании выделяет поддержку сменных задних панелей Express OneCover. Продажи устройства начнутся в апреле, стоимость в Европе 85 евро. Одна крышка Express OneCover будет продаваться по цене около 6 евро. Характеристики Nokia 1. Дисплей 4,5 дюйма с разрешением 854х480 пикселей. Процессор Mediatek MT6737M. Память 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти. Основная камера 5-мегапиксельная, фронтальная 2-мегапиксельная. Аккумулятор емкостью 2150 мА. Nokia 6. В этом году компания выпустила обновленную версию прошлогоднего смартфона Nokia 6. Аппарат получил основную камеру с оптикой Carl Zeiss. Функция разблокировки с помощью сканирования лица и работает под управлением Android 8 Oreo. Продажи начнутся в апреле, а стоимость в Европе составит 279 евро. Характеристики Nokia 6. Дисплей 5,5 дюймовый IPS с разрешением Full HD. Процессор Qualcomm Snapdragon 630. Память 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 пользовательского пространства с возможностью расширения карты microSD. Основная камера 16-мегапиксельная с апертурой 2.0. Фронтальная камера 8-мегапиксельная. Батарея 3000 мА. Nokia 7 Plus. В рамках проекта Android One компания MHD Global представила и смартфон-середнячок Nokia 7 Plus. Гаджет получил двойную основную камеру с оптикой Carl Zeiss. 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18-9 и работает под управлением Android 8 Oreo. Фирменное приложение камеры получило режим профессиональной съемки и искусственный интеллект-функции по улучшению готовых снимков. Продажи смартфона начнутся в апреле по цене 399 евро. Характеристики Nokia 7 Plus. Дисплей 6-дюймовый с разрешением 2160 на 1080 пикселей. При соотношении сторон 18-9. Процессор Qualcomm Snapdragon 660. Память 4 ГБ оперативной и 64 пользовательского пространства. Основная камера двойная. 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный с двойным оптическим зумом. Фронтальная камера 16-мегапиксельный аккумулятор 3800 мА. На десерт компания подала флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco. Гаджет получил тонкий корпус из стекла и металла с защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Поддержку сферической записи звука Nokia Special Audio. И разумеется топовые характеристики. Продажи начнутся в апреле, а стоимость новинки в Европе составит 749 евро. Характеристики Nokia 8 Sirocco. Дисплей 5,5-дюймовый с разрешением 2160 на 1080 пикселей при соотношении сторон 18-9. Процессор Qualcomm Snapdragon 835. Память 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательского пространства. Основная камера также двойная. 12-мегапиксельный широкоугольный и 13-мегапиксельный с двойным оптическим зумом. Фронтальная камера 5-мегапиксельный. Аккумулятор 3260 мА. Есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Компания ZTE привезла в Барселону два новых смартфона Blade V9 и Blade V9 Vita. Аппараты относятся к среднеценовому сегменту. Получили дисплей соотношением сторон 18-9 и двойные основные камеры. ZTE Blade V9 – это смартфон, который оснащен IPS-дисплеем 5,7 дюйма с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 и аккумулятор на 3200 мА. В зависимости от модификации в гаджете установлено 2, 3 или 4 гигабайта оперативной памяти и 32 или 64 гигабайта пользовательского пространства, которое можно расширить без проблем картой microSD. Двойная камера Blade V9 получила 16-мегапиксельный основной сенсор с апертурой 1,8 и 5-мегапиксельный вспомогательный. Смартфон поддерживает фирменную технологию Low Light, которая улучшает качество снимка в условиях плохого освещения. Фронтальной камере достался широкоугольный 13-мегапиксельный сенсор. За работу устройства отвечает операционная система Android 8 Oreo. Смартфон выпускается в черном и золотом цветах корпуса. Модификация Blade V9 с 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайта флеш-памяти будет стоить в Европе 269 евро, а с 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами пользовательского пространства – 299 евро. Стоимость базовой конфигурации с 2 гигабайтами УЗУ пока что неизвестна. ZDE Blade V9 Vita получил IPS-дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей, 8-ми ядерный процессор Qualcomm 435, 2 или 3 оперативные гигабайта и 16 или 32 гигабайта флеш-памяти, емкость батареи 3200 мА. Основная камера оснащена модулями на 13,2 мегапиксельная. Фронтальной камере достался 5-мегапиксельный сенсор. Гаджет работает под управлением Android 8.0 у Reo и выпускаться будет в черном и золотом цвете корпуса. Версия с 2 гигабайтами УЗУ и 16 флеш-памяти оценивается в 179 евро, а топовая конфигурация в 199 евро. Продажи начнутся также этой весной. Вместе с середнячками Blade V9 и V9 Vita компания ZTE представила на MWC в 2018 ультрабюджетный смартфон Tempo Go. Аппарат работает под управлением операционной системы Android Go на базе Android 8.0 у Reo, предназначен для слабых устройств и стоит всего 80 долларов. Продажи начнутся в апреле. ZTE Tempo Go оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854 на 480 пикселей, 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 210, 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкой microSD. Основная камера получила разрешение 5-мегапиксельное, фронтальная 2 мегапикселя. Встроенный 4G модем с поддержкой технологии LTE категории 4 позволяет смартфону достигать максимальной скорости передачи данных до 150 мегабит в секунду. Емкость встроенного аккумулятора 2200 мА. Есть порт microUSB для заряд и подключения к ПК, а также 3,5-мм разъем для наушников и микрофона. Корпус выполнен из поликарбоната черного и белого цвета. Компания Vivo представила на MWC 2018 рабочий прототип концептуального смартфона Apex. Гаджет выполнен в безрамочном дизайне, оснащен OLED-дисплеем, который занимает 98% всей фронтальной площади. Ширина верхних и боковых рамок вокруг экрана составляет всего 1,8 мм, а нижние 4,3 мм. Дисплей диагональю 6 дюймов получил разрешение 2160х1080 пикселей и выполнен соотношением сторон 18-9. Из-за рекордно узких рамок в арп-дисплее инженерам Vivo пришлось придумать новое расположение фронтальной камеры. В Apex она выдвижная, модуль скрывается в верхней грани и при необходимости выдвигается на 0,8 секунды, а разрешение камеры в 8 мегапикселей. Еще одна особенность гаджета это сканер отпечатка пальцев, встроенный в экран. Подобную технологию мы уже увидели в Vivo X20 Plus UD на CES 2018, но в Apex она получила заметное улучшение. Дактилоскопический сканер расположен не в одной точке, а в большой зоне на нижней части дисплея. Разговорному динамику также не нашлось места на фронтальной панели, поэтому компания реализовала в смартфоне технологию ScreenSout Casting, которая превращает верхнюю часть дисплея в динамик. Подобные технологии есть во флагманских телевизорах Sony. Расположение датчиков приближения освещенности пока ничего не известно. По слугам, с MWC гаджет оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 10 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательского пространства в топовой конфигурации. О сроках появления законченной версии смартфона пока ничего не сообщается. Коллегам из The Verge удалось одним из первых получить прототип устройства. Они записывали о нем видеоролики и показали основные особенности гаджета. Компания Sony привезла на выставку NWC два смартфона Xperia с новым дизайном Ambient Flow и топовыми характеристиками, а также обновленную версию смарт-наушников Xperia Ear. Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact оба смартфона получили новейший топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Экраны с разрешением Full HD+, и соотношением сторон 18 к 9. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ накопитель со слотом microSD. Сканер отпечатка пальца, фронтальный стереодинамик и поликарбонатный корпус с металлической рамкой. И засчитает влагой и пыли по стандарту IP65, IP68. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная делает фотографию с разрешением 19 мегапикселей. Снимает видео в 4К и поддерживает режим слоу-мо на 960 кадров в секунду при разрешении Full HD. В качестве операционной системы используется Android 8. В Snapdragon 845 встроен видеочип Andreno 630, который с легкостью тянет любые современные игры на мобильных устройствах, а также LTE-модуль Snapdragon X20 со скоростью обмена данными до 1,2 Гбит в секунду. В Xperia XZ2 установлен экран диагональю 5,7 дюйма, а у Xperia XZ2 Compact 5-дюймовый экран. Есть отличия в емкости аккумулятора 3080 мА, у первой модели 2870 у второй. Для зарядки используется кабель USB Type-C. Поддерживается также быстрая зарядка. Аналогового выхода у смартфонов нет, музыку можно слушать через наушники с разъемами USB Type-C или на беспроводной акустике. Xperia XZ2 и XZ2 Compact выпущены в четырех цветах. Белое серебро, черный, дымчатый зеленый и розовый коралл. Смартфоны появятся в продаже весной 2018 года, а цены пока неизвестны. Xperia Ear Duo – обновленная версия беспроводных наушников Xperia Ear. Как и оригинальная модель, новые наушники совместимы с Google Ассистент и позволяют отдавать на смартфон голосовые команды. Кроме того, имеется поддержка жестов, например, чтобы принять звонок, нужно кивнуть, а отклонить вызов можно, помотав головой. Главное отличие Duo от первой модели заключается в поддержке технологии Dual Listening, которая позволяет пропускать внешние звуки при прослушивании музыки или разговоре по телефону. Это возможно благодаря тому, что звук раздается из резонатора с задней стороны уха, а ушной канал остается свободным. Наушники Xperia Ear Duo будут стоить в США 280 долларов. По ироссийскому эквиваленту это около 15600. Компания Lenovo на выставке MWC 2018 в Барселоне привезли новые ноутбуки-трансформеры. Флагманский Yoga 730 и более доступный Yoga 530. Yoga 730 это трансформер, который выпускается в двух вариантах с сенсорными дисплеями 13,3 и 15,6 дюйма. Yoga 730. Трансформеры выпускаются в двух вариантах с сенсорным дисплеем 13,3 и 15,6 дюйма. Разрешение любого экрана в зависимости от комплектации может быть либо Full HD, либо 4K. Yoga 730 оснащается процессором Intel Core i7 восьмого поколения, дискретной графикой GTX 1050. В тренажке используется графика Intel. Windows 16 гигабайт оперативной и SSD накопитель на 512 гигабайт, либо 1 терабайт. Новинкой для линейки Yoga стала поддержка голосовых ассистентов Amazon Alexa и Microsoft Cortana. Их можно вызывать с помощью соответствующих команд. На корпусе есть сканер отпечатка пальцев, а клавиатура имеет подсветку с тремя уровнями яркости. Модель с дисплеем 13,3 дюйма оснащается двумя разъемами Thunderbolt 3 с интерфейсом USB Type-C. Одним USB 3.1 и 3,5 мм разъем для наушников. В 15-дюймовой модели есть еще полноценный HDMI-выход. Время автономной работы тренажки 11 часов. 15-дюймовый трансформер с Full HD дисплеем способен проработать с аккумулятора до 11 часов. С 4K дисплеем до 9. Есть поддержка быстрой зарядки. Корпус выполнен из анодированного алюминия, платинового, серого или медного цвета. Yoga 730 на 13 дюймов весит чуть больше 1 кг, а 15-дюймовая модель 1,89 кг. Цены на флагманский трансформер начинаются от 880 долларов за экран 13,3 дюйма и от 900 долларов за 15-дюймовый лэптоп. Yoga 530. Также Lenovo представила упрощенную версию флагмана под названием Yoga 530. Трансформер получил схожий дизайн и сенсорный экран на 14 дюймов. Есть варианты с разрешением HD и Full HD. Yoga 530 оснащается процессорами Intel Core i3 или i5 8-го поколения, до 16 гигабайт оперативный и SSD накопитель до 512 гигабайт. Заявленное время автономной работы в режиме активного использования 10 часов. Есть поддержка быстрой зарядки, голосовых ассистентов Alexa и Cortana, а также PeriActive Pen 1-го и 2-го поколения. Вес устройства 1,6 кг. Из разъемов на корпусе есть следующие 2 USB 3.1, 1 USB Type-C и 1 полноразмерный HDMI и слот для SD-карты. Стоимость минимальной конфигурации начинается от 549 долларов. Продажи начнутся в апреле. Джилбрейк утилита электро вышла из стадии бета-тестирования. В релизную версию добавлен магазин City, а также несколько дополнительных твиков. Этот джилбрейк предназначен для взлома устройств Apple, которые работают на iOS с версии 11.0 по 11.1.2 и оснащены 64-битными процессорами. Список поддерживаемых устройств можете найти в интернете. Это полноценный джилбрейк, в отличие от бета-сборок электро. Он не сбрасывается даже после перезагрузки устройства и не требует повторной установки каждую неделю. Вместе с джилбрейком устанавливается магазин City, в котором добавлен репозиторий электро. Для корректной работы взлома на устройство потребуется установить оттуда несколько твиков. Кроме того, после джилбрейка рекомендуется сменить пароли SSH. Имейте в виду, что выпущенные ранее твики могут быть несовместимы с этим джилбрейком.